Не успел я в своей серии обзоров классических битмапов добраться до вторых драконов, как серия вдруг вернулась к жизни снова и порадовала олдов новинкой Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Хотя порадовала, это, конечно, в данном случае очень индивидуальная история, с которой я и планирую разобраться в этом обзоре. Всем привет, с вами Николай Губанов, вы находитесь на канале Pixel Devil Life, и здесь мы говорим об истории видеоигр, а также стараемся не пропускать новинки по этой теме. Возможно, вы заметили, что сегодня у меня в кадре находится кое-что необычное. Дамы и господа, перед вами игровое кресло премиум-класса Under Seat Kaiser 3. И про премиум-класс это еще мягко сказано. Kaiser 3 — это спинка с технологией Comfort Tech, которая регулируется от 90 до 165 градусов наклона. Это встроенная и настраиваемая система поддержки поясницы с регулировкой высоты и уровня поддерживающей пластины. В районе шейного отдела можно расположить удобную подушку на магнитах, также на выбранной вами высоте для повышенного комфорта. У кресла просторное, эргономичное сидение, которое с легкостью выдерживает до 180 килограмм. Что мне больше всего понравилось, так это, во-первых, материал. Кресло сделано из ПВХ кожи и отличается гладкой текстурой с устойчивостью к растяжению и истиранию. А я терпеть не могу, когда через полгода кресло начинает облизать и превращается, знаете, в такую стену с отклеивающимися обоями. Во-вторых, это регулируемые в четырех направлениях подлокотники, что позволяет уменьшить давление на запястье и снять напряжение с мышц предплечья. Более того, накладки подлокотников на магнитах, и их можно менять. Ну и в-третьих, кресло Kaiser 3 представлено в девяти цветовых вариантах, и вы точно сможете подобрать самый подходящий для себя и своего игрового или рабочего пространства. И не важно, играете вы, стримите, смотрите кино или работаете, в кресле вам будет удобно при любых условиях. При этом кресло легко собирается, оно очень приятное в эксплуатации и отлично впишется в любой интерьер. Ссылка на сайт UndeSeed со всеми подробностями и актуальной информацией о том, где купить Kaiser 3, находится в описании этого видео. Я, конечно, любитель нарваться на праведный гнев олдфагов, как это было с Battle Toads, например, и последними черепахами, но если вам не понравились новые Double Dragon, то, скорее всего, дело тут в том, что вы хотели, чтобы все было как раньше и даже не вдавались в детали, что же это за игра. Я могу понять тех, кто хочет увидеть продолжение истории братьев Билли и Джимми Ли, чтобы игра по-прежнему была брутальной и серьезной. Я знаю, что многие недовольны Чиби стилистикой, однако эти же люди зачастую говорят о том, что лучший Final Fight это Mighty Final Fight на Дэнди, с точно такими же большеголовыми персонажами. Да и вообще, самый крутой Double Dragon, это вообще там, где они вместе с жабами сражаются против Темной Королевы. Ну а если по чесноку, то вообще круче, чем Streets of Rage, битамапа не найти. Это сейчас была примерная выжимка из комментариев, которые попадаются мне под моими роликами и в социальных сетях, и игроки как будто бы хотят новый Double Dragon, но при этом сами не знают, каким он должен быть. И когда в этот хаос мыслей приходит осознание, что Rise of the Dragons это вообще какой-то там рогалик, то становится ясно, что это ну точно не то, что мы все так долго ждали. На самом деле никого не хочу задеть искренне. Это просто картина, которая нарисовалась у меня в голове, и я стараюсь поднимать темы, которые мне интересны. Не принимайте на свой счет. Давайте попробуем отбросить все предрассудки и взглянуть на новый Double Dragon как на игру в вакууме. Ведь если Core gameplay в ней интересный, и разработчики проделали свою работу качественно, то это уже здорово. Не правда ли? Ну так вот, рогалик — это что такое и с чем его едят? На самом деле в наше время этот жанр, как и RPG в свое время с незабвенными приписками с элементами RPG, превратился в некоторое общее собирательное понятие. Здесь у нас простая безопасная история, которая держится в стране от основных игр серии. Скажем так, спин-офф. Она рассказывает о том, как четыре банды наводят беспорядки в постапокалиптическом Нью-Йорке, что не противоречит канону. А новый избранный мэр не может с этими бандами совладать. Таким образом, перед нашими героями оказываются четыре уровня, проходить которые можно в любом порядке. И как только вы проходите любой из них, в игре этот самый роуглайк начинает раскрываться. Каждый из оставшихся трех боссов увеличивает свое влияние и наращивает силы, привлекая крутых наемников, среди которых наши старые знакомые, вроде Абоба, Бернова, босса, который известен всем, кто играл во вторую часть серии. Ну и в общем теперь уровень, который вы выберете вторым, будет состоять уже из двух этапов. И после каждого из которых вы выбираете каждому из своих персонажей перки. Вроде тех, что мы видели в DLC X Streets of Rage 4, в котором появился режим Survival. Два оставшихся уровня, которые вы выберете третьим и четвертым по счету, будут состоять из трех этапов. И таким образом разработчики сделали по три разных локации для тематики уровней каждого из главарей банд Нью-Йорка. И все их вы не увидите за одно лишь прохождение. Таким образом, сначала хочется выбирать оптимальный путь, исходя из желания пройти игру и не потерять деньги. А за деньги вы здесь покупаете новые жизни и в конечном итоге можете потратить все. А игра вам за это дело еще и сохранение удалит. Это тоже как элемент рогалика. А вот уже потом, когда вы научитесь играть в эту игру, то с целью посмотреть неувиденные ранние локации, вы будете выбирать другой путь. А также у вас появится цель накопить побольше деньжат, которые здесь являются показателем вашего общего, нестираемого прогресса. В конечном счете, все эти собранные деньги конвертируются в открываемых персонажей и другие плюшки. Плюс с каждым из 1, плюс 2, плюс 3, плюс 3, получается 9 этапов игры вы наращиваете силу своих персонажей. Также скорость, восстановление здоровья и прочее, прочее, что вы захотите сами выбрать. Также накопленные деньги можно как потратить на перки, так и оставить ради большего количества анлокаблов. И как вот шоколадочка вот эта на торте Прага, боссы с каждым пройденным уровнем меняют свое поведение. Давайте я понятно сейчас объясню на примере локации Вилли, самом запоминающемся боссе еще из первой Double Dragon. Если вы приходите к нему сразу в начале игры, то это будет несложный этап. И в нем есть лифт, в котором на вас даже никто не нападает. В конце сам Вилли с привычными движениями, которому помогают базовые слабые враги. Если уровень с Вилли вы будете проходить второй по счету, то в первой локации вместо него будет какой-нибудь сильный наемник, ну, вроде Абоба. А после будет идти вторая локация, в которой, кстати, тоже есть лифт. Он уже побольше, и на нем придется подраться. В конце второй локации Вилли выйдет сражаться уже с двумя крепкими толстячками, и победить его будет уже совсем не так просто. В том же случае, если в этот уровень вы пойдете третьим по счету, то у вас помимо этих двух локаций ждет третья, в которой будет уже огромный лифт с продолжительным сражением. И это не вся локация. На самом деле, просто я зацепился за эти лифты, как за хорошую иллюстрацию к этой прогрессии. Тем не менее, в таком случае у Вилли будет еще два более сильных напарника, а сам он будет куда более агрессивным, периодически выкидывая что-нибудь новенькое из своего арсенала атак. Ну и, наконец, если из четверки боссов к Вилли вы пойдете в самом конце, то есть четвертым по счету, как я уже говорил, локации будет все равно три, и они будут теми же самыми. Но сам босс заберется в вертолет, а полоска его здоровья будет в три раза больше обычного. Каждый раз его придется скидывать с вертолета и еще параллельно отбиваться от толпы мелких врагов. И, на мой взгляд, это самый классный элемент игры, который придумали разработчики из студии Secret Base. То, что каждый босс существует в четырех отличных друг от друга вариациях. И вы сами решаете, кого завалить побыстрее, кому дать возможность усилиться и оставить его на потом. И у боссов, кстати, вот эти вот методы усиления, они довольно разные. Вот, например, Анубис. В первой вариации вы вообще не зайдете в пирамиду и сражаться с ним будете прямо у входа. Сам босс будет лишь в человечьем обличии. Затем пирамида будет расти и расти и расти, и вам придется все больше бродить по ее темным комнатам. А Анубису будет помогать дух древней египетского божества. Ну и в конце концов, эта тварь полностью овладеет своим хозяином. И, по сути, это совершенно отдельный босс с точки зрения разработки. Его приходилось рисовать, анимировать, продумывать, мувлист отдельно от самого фараона. В общем, это прям жирный плюс от меня разработчикам. Про остальных боссов тоже хочется рассказать, но я не буду. Если захотите, сами посмотрите все их вариации. Вопроса, на мой взгляд, здесь остается только два. Первый — это что с боевой системой. Это невероятно важно. И второй — какая еще может быть мотивация перепроходить эту игру несколько раз. Ну, раз уж она так устроена. Надо ли мне вам рассказывать, что боевая система в битмапах — это всегда вопрос первостепенный. Потому как кому нужны все эти навороты и новые идеи, если играть будет банально неинтересно. И здесь у Rise of the Dragons тоже все в порядке. Ну, на мой взгляд, у вас вкусы могут отличаться, конечно же. Расскажу подробнее. Контроль за персонажами отличный, управление очень точное и приятное. У вас есть двойной прыжок, удар, серия которых превращается в комбо, кнопка для спешлов, в которых у каждого персонажа по три штуки, можно нажимать ее с разными направлениями и в разных ситуациях, и захват, из которого можно делать броски и всякое присущее конкретным героям. Например, подпрыгнуть и долбануть врага об землю. Героев здесь условно можно поделить на три категории. Это мелкие и быстрые, вроде Билли и Джимми, и только они могут поднимать упавшее с соперников оружие. Да и то не все на самом деле. Большие и медленные ребята, вроде Абоба и Бернова. А также стрелки, такие как Мариан и Вилли. Каждый игрок управляет одновременно двумя героями, и подбор взаимодополняющих любимчиков тут неизбежен. Я такой процесс очень даже люблю в подобных играх. Вызов героя из запаса и регенерация им здоровья устроена примерно как в файтингах Capcom. Если играли в какой-нибудь Marvel vs Capcom, то знаете о чем речь. Здоровье спрятанного в запаса командника постепенно восстанавливается до определенного уровня. Ну и важнейшая часть системы боя строится на контроле толпы. Вам важно добивать группы врагов, причем обязательно спешилами. За трех, четырех и пятерых игра выдает вам хот-дог, бургер и индейку. И каждый из блюд восстанавливает часть, или в случае с индейкой, полное здоровье. Точно так же, только в случае спешилки-оу, из обычных врагов и боссов выпадают и монетки. И до тех пор, пока вы контролируете толпу и вовремя пополняете здоровье, у вас все хорошо. Но как только вы теряетесь, все летит на смарку. И это отдельное такое медитативное, если можно сказать, удовольствие. Ну и теперь, когда я объяснил вам базу, я готов сказать, что я на самом деле думаю о боевой системе Rise of the Dragons. Я просто боялся вас спугнуть сразу. Я вам клянусь, я сам ничего особо не ждал от этой игры. Особенно зная, как Arc System Works относится к приобретенным вместе с компанией Technos лицензием. У них каждый второй куньо-кун, это, ну, очень так себе игра. Но, черт возьми, в Double Dragon Gaiden филигранно выверенная боевая система с кучей движений, которые мы привыкли видеть чаще в файтингах, нежели в битэмапах. Сейчас объясню, что я имею в виду. Обменяв монетки в конце игры на жетоны, вы сможете узнать обо всех тонких деталях прямо из самой игры. Потому что здесь можно открыть подсказки обо всех этих мелких штуках в боевой системе. И если говорить грубо, то здесь есть возможность выпутаться из любой невыгодной для вас ситуации. С помощью комбо-кэнселов, применения спецприемов во время кадров, когда ваш герой наиболее уязвим, смены героев во время падения в пропасть, можно делать двойные спешлы, если правильно все вовремя применять, и многое другое. Короче говоря, изучать все эти мелочи снова и снова перепроходя игру интересно. И говоря о связи с файтингами, я имею в виду то, что у каждого движения в игре есть определенные фреймы, и есть те, где ты уязвим, и есть те, где ты атакуешь. И в общем, в каждой ситуации, в каждые там несколько миллисекунд, есть какой-то способ, если на вас напали, в общем, выпутаться и что-то сделать, что-то предпринять. И это кайфово, это здорово, это мне нравится. Ко всему этому, вдобавок, в этой игре вы сами настраиваете каждое свое прохождение. Насколько активными будут враги, сколько денег с вас сдерут за дополнительные жизни и жетонов за канты. Соответственно, чем лучше вы знаете боевую систему, игру в целом, а также, когда вы нашли подход к каждому типу персонажа, тем выше планку очередного забега вы можете себе поставить. Дополнительные герои здесь также открываются за жетоны. Изначально доступны базовые персонажи. Для того, чтобы играть в коопе, их нужно было сделать как минимум 4 штуки. Два игрока по два персонажа, соответственно. И довольно забавно разработчики здесь выкрутились. Потому что помимо братьев драконов, они взяли Мариан, девушку, которую они спасали в классических, самых первых играх серии. Ну и вот здесь такая ситуация. Кого, казалось бы, брать четвертым-то? Ребята из Secret Base взяли и уцепились за надпись Матин, которая располагается над гаражом или автомастерской, с которой Билли и Джимми выходят в самом начале первого Double Dragon. Это странное слово, знакомо всем фанатам серии. И нередко были споры, что оно вообще означает, что это такое, это название или это имя, или вот что. И вот здесь вот авторы выдумали некого дядю Матина, который здесь приглядывает за всеми более молодыми героями. Дядей по родственным, так скажем, связям он непосредственно приходится Мариан, и вместе они служат в полиции. Ну а открывать дополнительно в Rise of the Dragons можно всех наемников, вроде Абоба, всех четырех боссов основных уровней, а также даже самого мэра. И вот тут мы добрались до концовки игры, ведь вы, наверное, заметили, что я еще ни слова не сказал о том, что же следует после прохождения этих четырех начальных уровней. И здесь мне понравилось, что две концовки этой игры тоже связаны с ее экономикой, так как вы можете сразу окончить игру и присоединиться к мэру, взяв награду 10 тысяч долларов, которые будут добавлены к вашим собранным и тут же пересчитаны в токены. И это даже неплохая концовка, а вполне себе миролюбивая. Мол, герои установили порядок в городе, мэр установил новые жесткие законы, в связи с чем бунтующие преступники ушли в подполье. Но если от предложения отказаться, то мэр решит, что вас нужно наказать, так как, по его мнению, для установления порядка в городе все должны ему подчиниться. И тогда вас ждет еще один небольшой уровень с толпами охраняющих мэра врагов, сражением со всеми четырьмя боссами предыдущих уровней одновременно и финальной битвой. И как результат, заработаете вы в два раза больше монет, то есть 20 тысяч долларов, если, конечно, не потеряете больше на покупке дополнительных жизней, потому что победить тут будет непросто. Истинную концовку спойлерить вам не буду, все-таки игра вышла совсем недавно, и ее при желании вы посмотрите сами, да еще и не один раз. Давайте теперь подытожим сказанное. Начну с базы и скажу очевидное. Все игры на любителей у всех свои вкусы, но, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, невозможно отрицать то, что Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons скроено чуть ли не идеально. Здесь все работает на общую идею, здесь отличный баланс интереса к боевой системе, набиванию монеты пополнялок жизни. Каждый забег — это ваш выбор. Выбор порядка уровней, сложности боссов и игры в целом, назначаемых перков, и минимум 4-5 раз только ее можно проходить, подмечая новые элементы. И, как я говорил в начале ролика, в вакууме — это очень добротная игра, сделанная прям со знанием дела. А это самое главное. Таких проектов, авторы которых прекрасно понимают, что и зачем они делают на геймплейном уровне, сегодня мы получаем все больше и больше. Я помню, как 10-15 лет назад WayForward были чуть ли не единственными, кто понимали, как делать хорошие 2D игры. В какой-то момент разработчики просто забыли, забыли, как их делать, возможно, постарели те, кто их делал в 90-е. А вот сегодня таких студий уже наберется с пару десятков, а значит, в будущем еще больше хороших игр из любимых нами серий смогут вернуться к жизни и, возможно, получат собственные сиквелы. Но да, несомненно, долю критики игра получила от тех, кому не понравился визуальный стиль. Ну, это справедливо, это вкусовщина. Но также ее критикуют и те, кто не захотел вникать в детали прироста сложности в зависимости от выбранного пути, а тех, кто в конце концов ждет от битэмапа в классическую линейную историю, которая непременно должна продолжать сюжет номерной серии. От этого никуда не деться, если ты хочешь сделать спин-офф. Меня и самого с первого взгляда страшно напугала настройка сложности игры, состоящей из разных параметров. Но потом я очень быстро втянулся и понял, о чем Double Dragon Gaiden. Она про геймплей. И на третье прохождение я уже буквально сидел с открытым ртом, понимая, как здорово, что все эти видимые и невидимые триггеры, меняющие характеристики игровых персонажей и врагов, отлично ложатся на игру и не ломают ее. Потому что я знаю много игр, где ты чуть-чуть вот изменишь характеристики, там, скорость перемещения персонажа, его силу, и весь баланс посыпется. Здесь нет, здесь все это продолжает работать. Также хочу отметить, что здорово, то, что все злодеи здесь сделаны так, что ими может управлять как компьютер, так и игрок, после того, как разблокируют. И их поведение не будет отличаться. Те же наборы движений, те же честные для всех паттерны. Разве что огромного духа Анубиса вам не дадут, но технически, как я уже сказал, это совсем другой уже босс, совсем другой персонаж. Ну и пару механических собак для дюка в придачу вы не получите, но это тоже логично. Вот такие мысли у меня по поводу Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Игра вышла 27 июля на всех актуальных платформах, и я играл на Nintendo Switch, если это важно. Ну а вы, надеюсь, после моего развернутого обзора решите сами, играть вам или нет. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой телеграм-канал, если хотите больше контента, там я выкладываю различные материалы, которые появляются у меня во время работы над роликами, анонсирую стримы и отвечаю на вопросы подписчиков. Помочь моему делу финансово можно на Boosty, ссылка есть в описании ролика, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok